Добавили там розовый кварц непонятного качества, жемчуга, скорее всего, ненастоящий. Выдали это за браслет нежный. У них положительная энергетика обязательная, и они приносят только пользу. Вы вот это шлеп, пристегиваете вот так вот. Во-первых, эстетически красиво. Надеюсь, нам Валдрис поможет. Бабах, ставится печать. Вот, пожалуйста, мы ее зажали. Во-первых, это избавит от подделок, потому что мы используем натуральные камни. Во-вторых, вы будете знать, что это настоящий хим-браслет. Хим — это бренд, который производит и собирает, это полностью браслетики, полностью ручная работа, да, браслеты только из полудрагоценных натуральных камней. Зачем вот эта штука должна? Подрогать, купить, ищить. Как мы прокачали бирки, сколько денег это стоит. А то, как мы прокачали упаковку, начать зарабатывать. В этом выпуске ты узнаешь, как опломбировать пломбу на бирке держателя. Поехали. Друзья, привет! Третья часть нашего выпуска. Рассказываем, показываем наш путь от реализации задуманного. Мы с Джесс задумали когда-то несколько месяцев назад создать свой бренд браслетов из натурального камня, который называется «Hello with me». И мы сейчас показываем путь, как мы идем к маркетплейсам, как мы, собственно, реализуем то, что было здесь, в какую-то физическую составляющую, да, чтобы это можно было потрогать, купить, ощутить и так далее. И мы показываем свой путь вот этих выпусков, как мы придумываем, сколько денег это стоит, что нужно для того, чтобы попробовать раскачать свой бренд из полудрагоценных камней, выкатить его на рынок, да, и чтобы с этого, ну, начать зарабатывать, получать удовольствие, начать зарабатывать. Поэтому в этом выпуске я покажу первое. То, как мы прокачали упаковку, зачем вот эта штука нужна, что она делает. Как мы прокачали бирки, как мы прокачали бирки, что мы хотим использовать в качестве биркодержателя и какие пломбы мы будем использовать на биркодержателях. Будет интересно, смотри до конца. В этом выпуске ты узнаешь, как опломбировать пломбу на биркодержателя. Поехали! Ребят, камеру перевел в другое положение. Прошу прощения, меня здесь видно не будет, но я думаю, вам будет намного интереснее смотреть, как делать биркодержателя, нежели слушать мой трёх. Поэтому следим за легким движением рук, которые будут показывать и рассказывать. Ну, руки будут показывать, я буду рассказывать. Короче, смотрите. Значит, у нас сейчас на этапе тестирования два вида пломб. Это металлические, вот такие вот, они тяжёлые и достаточно такие, как бы, громоздкие. И пластиковые. Они полегче, ну, как бы вообще особо ничего не весят, но у них тоже есть свои там определённые минусы и плюсы. Это у нас биркодержатели. Биркодержатели у нас я в прошлом выпуске показывал, сегодня познакомимся с ними поближе. Биркодержатель для чего нужен? Для того, чтобы... Мы берём, например, такой вот наш красивенький браслет из серии «Нежность». Это розовый кварц с разделителями и с разделителями, инкрустированными фионетиками. Вот, розовый... Ну, браслет «Нежность» из разных вариаций. Вот. Есть, например, вот ещё один браслет «Нежность». Он с розовым кварцем и жемчугом. Речным жемчугом. Вот, короче, смотрите, мы берём браслет, берём биркодержатель, берём бирку, вот эту вот замечательную, и, собственно, лёгким движением руки делаем вот так, ну и как бы вроде бы всё. Вроде бы можно было на этом остановиться. Вроде бы всё красивенько, да? Кладём тут к нашему брелочку и к нашей дополнительной нити с камешком. Ну, там, соответственно, камешек будет такой, какой в браслете. Это там всё закрываем, и вроде бы можно было успокоиться. Но мы на этом не будем успокаиваться. Нас не устраивает. Первое, что так как мы создаём всё-таки бренд из полудракоцизанных камней, натуральных камней, то мне не нравится, что вот на биркодержателя здесь ничего нет. Здесь просто пластик, как бы такой, и всё. На мой взгляд, это можно сделать довольно-таки интереснее. Что мы придумали? Мы берём с вами пластиковую пломбу и металлическую пломбу. Пластиковую и металлическую пломбу. Вот этот вот биркодержатель мы можем, наверное, вот так разрезать. И давайте попробуем, я вам покажу, как ставить пломбу, собственно, как пломбировать, грубо говоря. Мы с вами вот эти наши, вот видно, просовываем нить туда. Вот, сейчас пока положим. Так вот, просовываем нить. Берём вот этот интересный агрегат. Видите, здесь есть наше лого. Я его заказывал в компании, которая занимается там вообще инкассацией. Вот, это, ну, по сути, это, как бы правильно сказать, агрегат, который пломбирует. Да, пломбиратор, как правильно, я не знаю. Но это не просто пломбиратор. Это пломбиратор с нашим лого. Дальше мы, собственно, берём, да, берём, вот так вот фиксируем и, собственно, смотрим, да, так вот пломбируем. Так, раз, опа, всё, смотрите. Ну, во-первых, первое, что это означает, когда вы вытаскиваете браслетик ваш, да, когда вы вытаскиваете браслетик из коробочки, с коробочки, а на нём есть бирка. Первое, ну, во-первых, это, как бы, новое, это не с, ну, не бушное, да, первое, как бы, понятно, что капитан очевидный. Второе, бирка с пломбой означает, что до вас этот браслет никто не носил. То есть я его не снял со своей руки, и такой кто-то у меня заказывает, я, о, блин, типа, я, тут тоже мне нравится же женский браслет нежность, ну-ка я его туда положу, собственно, в коробочку. То есть это доказывает, что это новое, да, как бы никто его не носил. Другой момент, это нейминг, да, что... Что, собственно, ну, есть наш логотип. Что это, во-первых, это избавит от подделок, потому что мы используем натуральные камни. И мне бы не хотелось, чтобы ребята там с Алика копировали наши коллекции по типу, например, которые мы придумываем отдельно. Вот, например, вот это коллекция спартанец. Натуральный агат черный с разделителями из фианитов. Ну, как бы, я бы не хотел, чтобы это все копировалось, да, или, например, вот эта серия тоже, которая нежность. Или вот эта серия нежность. Поэтому одно дело вот так вот просто, да, как бы он там поставляется. А другое дело, он идет с пломбой, с неймингом, с биркой. Ну, и как бы это все в комплекте. Смотрите, что мы сейчас тестим. Первое, да, это вот такая пломбочка у нас получается металлическая. Как бы, тут, я не знаю, может быть, оставите тоже комментарий, кому вот прям понравилась вот эта пломба, да, как она вообще смотрится. Напишите, что норм. Она, минусы какие, достаточно тяжеленькая такая, знаете, как бы вес она увеличивает браслета. И когда вот берешь его, ну, блин, типа такая, как бы, балда висит, не знаю. Вот на вот эти штуки не обращайте внимания. Это мы будем все аккуратненько вот так вот срезать. Срезать и здесь, как бы, аккуратненько заделывать. То есть здесь будет все красивенько. Это я сейчас как тестовый вариант. Собственно, вот такое, да, у нас есть. Дальше, что мы делаем дальше? Дальше у нас что есть? У нас есть с вами еще не только это. Мы, оп, оп, обрезали. Да, вот теперь, значит, что уже все. Браслет, как бы, ну, понятно, что он новый, но как бы снимаем, понимаем, что все. Он у нас уже, как бы, нужно, можно его использовать. То есть его до нас никто не носил. Смотрите дальше. Есть еще вот такой вариант. Пломба. Пластиковая. Давайте мы с вами тоже ее попробуем. Пластиковую пломбу. У меня не всегда получается с первого раза нить. Туда как бы заделать. Поэтому, прошу прощения, сейчас мы сюда ее заделаем. Получается. Так, будем использовать подручные инструменты, чтобы, во-первых, вы видите, какая это капотливая работа. Это тоже не просто так вот раз там, да, и вот. А все из-за того, чтобы не было подделки, продукт был, ну, действительно качественно сделан, натуральные камни, чтобы мы не ассоциировали там с подделками с Алиэкспресса, да, что тепло, он там может у нас проблем пить. Так, мы вот эту пластиковую пломбу берем, тоже по принципу металлической, также ее зажимаем. Сейчас. Это достаточно нелегко делать. Вот, пожалуйста, мы ее зажали. Открываем. Смотрим, что у нас получилось. Опа. Так. Ну вот, другое дело. Вот уже браслет полегче. Гораздо легче. Не так смотрится громоздко, да. И вот у нас, собственно, тоже наше лого. Тоже наш логотипчик здесь. С одной и с другой стороны. Что? Во-первых, нас обезопасит от подделки. Во-вторых, вы будете знать, что это настоящий химбраслет, что это браслет из полудрагоценных камней, а не какая-то там штука, которая добавили там розовый кварц непонятного качества, жемчуг, скорее всего, ненастоящий. Выдали это за браслет нежность и сказали, о, а мы вон как они делают, да? Да нет, никак они. Вот. Соответственно, вот эта бирочка, как я уже говорил в прошлых выпусках, она будет поменьше. QR-код будет вести на статьи про вот этот браслет, про браслеты конкретные, про камни. Вот. И она, собственно, будет и нас, и вас защищать от подделки, от низкого качества там рынка, который подсовывает и так далее. Поэтому сейчас мы находимся на этапе мозгования, что мы будем внедрять, либо вот такие металлические, либо пластиковые. Как я уже сказал, кому понравился металлический, напишите, пожалуйста. Кому понравился пластиковый, тоже, пожалуйста, напишите. Что дальше у нас идет? Дальше у нас идет момент какой, как я уже говорил, то есть, соответственно, вы там свой браслетик берете, да? Вот с этой пломбой там берете, опа, достаете, обрезаете, обрезаете, берете. И вот здесь вот будет, как я уже говорил, вот это вот у нас сейчас это тестовый образец брелка на ключи, но здесь будет другая цепочка, с другой цепочкой, здесь будет вот такое кольцо, цепочка, и здесь карабинчик будет такой висеть. Вы вот это шлеп, пристегиваете вот так вот. И у вас получается и браслет из натуральных камней, и брелок на ключи, тоже натуральный, где есть QR-код, который всегда перекинет, который перекидывает, да, который всегда перекинет вас на статьи ВКонтакте. Забыли вы о камушках, хотите почитать, например, о розовом кварца, да, либо там историю фианитов вообще. Навели, и вас перебросило на статьи. Или захотели какой-то другой себе браслет, или о каких-то камнях почитать. Навели, вас перекинуло на статью о разных камнях, там почитали, посмотрели нужную информацию. Вот, то есть, собственно, максимально хотим сделать продукт полезный, да, и качественный, и чтобы его не подделывали. Вот, поэтому как-то вот так. Дальше, смотрите, вот эта штука называется, вот это вот мы плавим здесь сургутчиком, вот это вот печать для сургуча, печать для сургуча, вот, вот это вот у нас сам сургуч, вот, сам сургуч. Кстати, тоже, видите, на Валдересе тоже заказываем, как бы удобно, быстро, и мы планируем на Валдересе размещаться, да, надеюсь, нам Валдерес поможет. Короче, премиум качество сургуч. Как вообще это все работает? Мы берем там гранулы сургуча, сейчас не буду поджигать, но в принципе понятен. Поджигаем свечечку, это все вот сюда, растапливаем вот это все, да, потом берем коробочку, коробочка будет у нас вот эта, это пока тестовые образцы, все, да, пока мы еще не до конца утвердили вот эти коробки, размеры и так далее. Ребятам, которые у нас заказывают, нашим клиентам постоянным, пока вот в таких обычных коробочках отправляем, но они тоже смотрятся. То есть мы это все заматываем в крафтовую бумагу, потом это все обматываем джутовой ленточкой, потом вот это вот выливается вот так вот сюда, и что? Как у нас здесь? Бабах! Ставится печать, прижимается, ставится печать. Это, во-первых, эстетически красиво, во-вторых, это еще раз нас, так сказать, остерегает от подделок, что ХИМ это бренд, который производит и собирает, это полностью браслетики, полностью ручная работа, да, браслеты только из полно драгоценных натуральных камней. Никакого пластика, никакой подделки, никаких там, я не знаю, материалов, которые, не дай бог, как-то вредят вообще здоровью. То есть сами камни, нам очень нравится заниматься камнями, сами камни, это у них положительная энергетика обязательно, и они приносят только пользу. Вот, натуральные камни для нас это очень важно в нашем бренде. Вот, поэтому спасибо за то, что смотрели этот выпуск до конца, я буду рад лайкам, комментариям, каким-то отзывам, и напишите, пожалуйста, кому в итоге что больше понравилось, металлические пломбы, либо пластиковые. Спасибо.